Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня очень короткий выпуск, и этот выпуск кардинально будет отличаться от всех предыдущих роликов Кулинарной пропаганды. Сегодня я хочу приготовить алкогольный напиток, поэтому детей, если вы переживаете за их устойчивость к этому делу, сразу убирайте от экрана. Итак, я крайне редко употребляю алкоголь. Не потому, что такой правильный, а потому, что мне не нравится состояние организма моего после его употребления. И из крепких напитков я один раз, может быть, в два-три месяца выпиваю, ну, где-то, наверное, в стаканчике на два, максимум на три пальца виски, и всё. Пиво, да, бывает раз в две недели, раз в три недели я маленькую кружечку выпиваю с удовольствием за обедом. Что касается крепких, нет. Так вот, когда-то давно, лет, наверное, десять назад, один мой знакомый мне подсказал рецепт хреновухи. Я, загоревшись этим делом, приготовил её, и благополучно с визитом переезжали, забыл. Забыл про эту хреновуху на полгода почти. И при переезде, с удивлением, обнаружил в дальних ящиках стоящие бутылки с этим напитком. Ну, и решил попробовать, что у меня там получилось. И был поражён и восхищён результатом. Давайте начну, а в процессе, собственно, расскажу, чем мне так понравилось. Это корень хрена, его надо почистить. Так вот, был поражён этим результатом. Почему? Дело в том, что по результатам дегустации у меня возникло странное ощущение. Я налил себе рюмочку хреновухи. Крепостью, кстати, составляет 40 объёмных процентов, ну, то есть 40 градусов, как говорят. Так вот, налил себе рюмочку хреновухи, выпил, и первое впечатление, которое у меня возникло, что бутылка, видимо, была не закрыта, и за эти полгода весь спирт выдохся, улетучился, потому что не было ни спиртового запаха у напитка абсолютно, ни характерного спиртового вкуса. То есть это был напиток комнатной температуры, он у меня не в холодильнике хранился. Это был напиток комнатной температуры, но после того, как я сделал глоток, возникло ощущение, что я выпил такого горячего, не обжигающего, горячего чая. То есть согрело горло, и всё. Никаких неприятных послевкусий водочных, ни, как я уже сказал, спиртовых ароматов не было. Короче, меня это так восхитило, что я, встречая друзей, гостей, оперативно получившись у меня, у меня получилось 2 литра этой хреновухи. Вот эти 2 литра хреновухи где-то за полгода, наверное, при встрече с друзьями, мы благолучно уговорили. И я тут же поставил следующую партию. И поторопился, приготовил, и уже на следующий день стал попробовать. Хорошо, что у меня оставалось ещё от предыдущей партии полбутылочки. Так вот, выяснилось, что для получения вот этого классного вкуса нужно подождать. Опытным путём было установлено подождать 4 месяца хотя бы. Так, корень хрена нарезаю кусочками. Так, хрен я нарезал, перекладываю его в посудину. Сейчас я готовлю из одной полулитровой бутылки водки. Какую водку брать для этого дела абсолютно не важно. Можно брать вообще самую отстойную, самую гадостную. Ну, главное, чтобы, конечно, было не палёное, чтобы никаких метиловых спиртов не было. Так вот, пропорции. Количество хрена, исходя из вот того рецепта, который я рассказываю, нужно брать так, чтобы, если его насыпать в бутылку, кусочек, как я уже показал, приблизительно с кубических сантиметров, может быть, чуть мельче. Так вот, если насыпать его в бутылку, то слой хрена в бутылке должен составить примерно 3-4 сантиметра. Вот. Бутылка у меня с узким горлышком, поэтому первую часть приготовления я провожу в кувшинчике. Итак, вот я нарезал хрен и заливаю его водкой. Теперь это дело нужно накрыть, в данном случае, пищевой плёнкой. Если в бутылке делается, то просто заткните пробкой её. И оставить в таком виде на 3-4-5 часов. Почему такое размытое время? Дело в том, что корень хрена, в зависимости от того, в каких условиях он рос, имеет разную, так сказать, резкость вкуса. Он может быть очень злым, а может быть не очень злым. Так вот, примерно через 3 часа, если соблюдать вот эти пропорции, можно начинать принюхиваться к этому напитку. Сначала исчезает резкий спиртовый запах. После того, как резкий спиртовый запах начинает пропадать, можно начинать пробовать хреновуху. Пробовать не по рюмочке, естественно, а берёте буквально пол чайной ложечки и пробуйте. В промежутке между 3 и 5 часами от того времени, как вы залили корень хрена водкой, исчезнет водочный вкус. Ровно после того, как он исчез, нужно сливать водку с хрена, процедить её, добавлять мёд, переливать в бутылку, закупоривать и отправлять эту самую хреновуху вашу на 3-4 месяца выдержки. Да, конечно, вы можете её пить сразу, но сразу после того, как вы слили, хреновуха уже готова. Она будет всё-таки иметь ещё такой рисковатый привкус хрена. Через 3-4 месяца выдержки при комнатной температуре, в тёмном месте, в шкаф уберите и забудьте про бутылку на это время. Резкость уйдёт, останется только мягкий, очень классный вкус. На удивление, даже юные девушки, которые пробовали этот напиток, не называли его резким, горьким, ещё каким-то. То есть, это очень классный напиток. Заметьте, я не пропагандирую сейчас пьянство, но сейчас в России зима, бывает сыро, холодно, слякотно, можно промочить ноги. И в некоторых случаях некоторые товарищи, я к ним тоже отношусь, могут подстегнуть свою систему жизнеобеспечения организма тем, что вот после того, как промёрзли, промочили ноги, тем, чтобы выпить маленькую рюмочку кремкого напитка. Это подстёгивает организм и позволяет не засопливить. Так вот, вот этот напиток с этой точки зрения для меня, например, гораздо приятнее, чем та же самая водка, либо другие напитки. Итак, как я уже сказал, оставляю этот напиток на 3-5 часов и буду принюхиваться и пробовать у вас на глазах этот напиток. И продолжу это действие тогда, когда вкус водки и водочный запах исчезнет. Подождём. Так, прошло почти 4 часа, если быть до конца точным, 3 часа 50 минут. Я периодически подходил, нюхал. Но вот сейчас запаха спирта не ощущается совершенно. Чувствуется такой хороший, мощный запах хрена. Проверю ещё разочек, всё-таки попробую. Да, чувствую только запах хрена, спирта нет. Вкус. Остались лёгкие-лёгкие отголоски такие водочного вкуса. Но нет, скорее бы всё-таки назвал именно вот этот горечь и рисковатость хрена. Короче, самое время продолжить. Это, собственно, уже не продолжить, а закончить. Значит, на половину бутылки водки я кладу примерно вот такую маленькую чайную ложку. Ну, это где-то половина от обычной чайной ложки мёда. Вы сами пробуйте и определяйте то количество, которое вам нравится больше. Ну, вот так вот, наверное, это будет достаточно. И перемешиваю. Кому-то нравится более сладкая медовуха, соответственно, можете положить вплоть до столовой ложки. Хотя, на мой вкус, это, конечно, перебор. Вот так. И теперь переливаю всё обратно в бутылку, в которой медовуха будет стоять... Ну, месяца 4, наверное, у меня просто стоит точно. Готово. Всё, запечатываю. Видите, сейчас хреновуха мутная. Эта муть со временем осядет. Где-то через месяц, через два, наверное, может быть, даже раньше цвет станет такой зеленовато-желтоватый. И, в принципе, тогда уже можно пробовать. Ещё раз повторюсь. Пить хреновуху можно с большим удовольствием уже сейчас. Но наиболее мягкий, наиболее классный вкус она наберёт месяца через 3-4. А этот хрен можно ещё использовать. Можно... У меня получалось, по крайней мере, с тем хреном, который я использовал, трижды заливать его водкой. Каждый раз после использования время настаивания увеличивается в среднем где-то на 20 минут, на полчаса. И ещё важный момент. Я, конечно, не знаю ваши вкусы, но... Если передержать водку на хрене, вот в этой пропорции, которую я вам показал, если передержать её хотя бы на 5-5,5 часов, то вкус хрена становится очень резким, очень сильным. То есть хреновуха превращается в такой хороший горлодёр. Кому-то это нравится, безусловно. Но вот того мягкого вкуса, про который я вам рассказывал, не будет, это точно. Вот такой рецепт. Пользуйтесь на здоровье, лечитесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!